Доброе утро, дорогие друзья! Доброе, добрейшее и ярское утро! Сегодня 22-го ияра, 37-й день омера сегодня, 37-й день уже мы считаем омер, осталось уже до дарования Торы 12 дней всего лишь. Представляете, как только Песох был, только мы вышли на свободу из физического рабства, из рабства ограничений, из рабства привычек и рабства каких-то шаблонов поведения, и вот мы уже считаем, 37 дней мы уже отсчитали, то есть прошло 37 дней, 5 недель и 2 дня. Как раз когда считают, когда считают дни, считают и недели. Вот представляете, прошло 5 недель, 10-я часть года прошла, просто пролетела, даже незаметно как-то. Год там 50-52 недели, допустим, да, и пролетело уже все, 5 недель, это 10-я часть года ушла, все. А Песох вот он был, прям я помню как сейчас, вот оно, прямо рядышком. Представляете, вот так жизнь проходит, день за днем, день за днем, и если заниматься все время какой-то пустотой, то тогда и жизнь ушла в пустоту. А если, как мы изучаем сегодня книга о Йом-Йом, если мы читаем, читаем книгу о Йом-Йом, сегодня день, и мы понимаем, что каждый день это отдельная, это и есть реальность, это вся реальность, это все. Как когда читают Тору в синагодии, да, то перед чтением Торы говорят, отрывок тоже из Торы, И вот вы, и вот вы, дветим, прилепленные к Богу всесильному вашему, живете вы все о Йом сегодня. То есть, что это значит, живы вы все о Йом? То есть, тот, кто прилеплен к Богу, и у него его день, он соединен с вечностью, то это и есть настоящая жизнь, это вот и есть настоящая-настоящая жизнь. Конечно, в Малибу быть прилепленным к Богу приятнее, чем где-нибудь в Антарктиде, да, где очень холодно, и ветры такие, и прямо не с кем пообщаться. Но бывает и на Малибу человек не прилеплен к Богу, а бывает в Антарктиде он, да, прилеплен к Богу. И тогда ему, конечно, лучше. То есть, лучше тот человек, который сумел создать у себя вот эту внутреннюю реальность, прилепиться, присоединиться к Богу через заповеди и Тору. И у него внутри просто рай такой, да, внутри у него спокойствие, уверенность, он внутри просто такое вот у него расслабление такое, у него стресса нет никакого. Вот, конечно, это лучшее, что только может быть. Значит, как это сделать? Советуют нам Ребе в книге о Йом-Йом. Однажды, это было приблизительно в 1784, между 1784 и 1787 годом. То есть, от сегодня это было 220 лет назад примерно. Первые хасиды проводили Фарабрендин. Фарабрендин, значит, Фарабрендин переводится слово «хасидское застолье». Значит, сейчас мы узнаем. То есть, возникло это 240 лет назад примерно, «хасидское застолье». И его темой, которого была новизна, это мировоззрение движения Хаббат. Альтера Ребе, основатель движения Хаббат, сделал так, что хасид больше не одинок. Раньше и наставники Ешивы, и мудрец были сами по себе, а их ученики сами по себе. Путь хасидизма, который основал Альтера Ребе, был великим божественным открытием. Отныне Ребе не одинок, и хасиды не одиноки. Значит, расскажу вам, как это происходит. В Хаббате, именно вот в Хаббате, есть такая форма служения, называется Фарабрендин. Не знаю, какой перевод этого слова. Хасидское застолье. Значит, вот я вам расскажу на практике, как это происходит. Вот вчера была суббота. Вчера был емрешен. Вчера было воскресенье, до этого была суббота. В субботу, после молитвы, вот помолились. Значит, молитва идет с 10 утра до 12 часов. Два часа идет утренняя молитва. Потом накрывают стол. Накрывают стол какие-то, такие печеньки, там какой-то хумус. Немного еды. Такая вот еда перекусить. Да, такая. Селедочки кусочки. Все такое. И, значит, делают кедуш. Делают кедуш на вино. Сделали кедуш. Потом делают то, что называется лыхаем. Выпивают, почуют лыхаем. И выступают. Вначале говорит, вот, раввин один говорит. Там, да, он говорит. Вы знаете, хочу поделиться вот своими. То, что я понял во время молитвы. Что вот насколько важно. Бывает вот какой-то ты молишься, молишься. И потом у тебя какой-то кусочек молитвы. Так тебя включает. И ты на нем, на этом куске, прямо вдохновляешься, вдохновляешься. Значит, лыхаем, лыхаем. Значит, выпили еще по чуть-чуть. Чтобы вот мы молились не как рутина, а молились как от всего сердца. Тут второй говорит кто-то. Да, вот я могу сказать, там, на той неделе со мной был такой случай. И каждый делится своими какими-то личными размышлениями, личными ощущениями, личными переживаниями. Которые с ними происходили. Все связано обязательно с молитвой, служением Всевышнему, добрые дела и так далее. Это где-то продолжается ровно час. С 12 где-то до часу дня идет вот это вот лыхаем. Ну, выпили, может быть, там, я не знаю, по 4, по 5, по 30 грамм таких вот штучек. Значит, ну это там 100-150 грамм алкоголя. Пьют хасиды, пьют крепкий алкоголь. Пьют они или водку, или виски. То есть, и получается, что снимаются как интеллектуальные вот эти вот зажимы. И человек, вот он включается, он что-то слышит, он делится. То есть, участвуют все практически в этом лыхаеме. Кто-то больше слушает, кто-то говорит. Понятно, да? Это такое вот сделал Альтер Ребе. Почему он это сделал? Мы все знаем, что есть заповедь такая. Ваавтали Реха Камоха. Возлюби ближнего, как себя. И в этой заповеди «Возлюби ближнего, как себя» есть условие. Любить себя, раз. Чтобы у тебя был ближний, которого надо возлюбить, два. Его надо возлюбить, как себя. Это три. Теперь, ну как это сделать в современном мире? Мы все отдельно сидим. Каждый сидит со своим телефоном. Даже когда люди приходят, родственники общаются. Все уперли в свои телефоны. И что-то там сидят. Телефон интересный, безусловно. То есть ты можешь в нем найти любые знания, любую информацию. Любое там, ну, люди стараются, реально стараются. В телефоне все стараются тебя удивить. То есть можете себе представить? Сконцентрированное стремление, там, тысяч, десятков тысяч интересных людей тебя удивить. Зачем люди в телефон пишут свои в соцсетях посты? Не пишут же в посты просто так вот. Чек. Там, я сижу. Нет, такого нет. Когда ему скучно, он об этом не пишет. Он ищет самые яркие-яркие моменты, чтобы всех удивить, зацепить. И чтобы его заметили и услышали. Получается, что когда люди сели вместе общаться, они же так себя не ведут. То есть они не ведут себя так вот прям. Да, там, услышь меня изо всей силы. Люди, которые встретились, друзья, знакомые, родственники, они такие сидят, спокойные. А те, которые в интернете, они неспокойные. Они, наоборот, хотят ярко себя выразить. И поэтому общения живого нет практически. Все уперлись в телефоны, в эти все фильмы, в какие-то игры, которые создавали люди, которые хотят зацепить внимание. Понятно, да, как работает? Теперь, в то время, в то время, что сделал Альтер-Реба? Он говорит, ребята, ну соберитесь, выпейте и поговорите о Всевышнем, расскажите, ну соединитесь. И они соединялись в одно целое. И вот это хасидское застолье, оно очень такая сильная форма служения. Она по степени приближения ко Всевышнему, она не меньше, чем молитва, например, или чем изучение Торы. И мы видим из Торы какие примеры. И Авраам, про отец Авраам, он поставил шатер. И в шатер он пускал всех путников. И он их там кормил, он с ними разговаривал про Бога. То есть, это способ приблизить ко Всевышнему. Или, когда пришли к нему ангелы, он тоже. Он ангелов не начал сразу, там, давайте сядем, поучим Талмуд. Нет, он им говорит, давайте, зайдите, поешьте хлеба. А сам даваем принес и такую еду, и такую еду. Все. Ну, 240 лет назад Альтер Эребе ввел это в путь движения Хаббат, Фарбриндин. И на сегодня, если мы посмотрим, какое движение наиболее занимается активно привлечением евреев, Вактори возвращает, Нигуним поют, да, то есть, такие мелодии без слов, чтобы каждый мог присоединиться и каждый мог в ней поучаствовать. Потому что слова не все знают. Садишься, например, поют песни, да, шаббатные. А большинство не знают, русскоязычные евреи не знают эти песни. А тут Нигуним. Значит, все, все могут спеть, все участвуют. Понятно, да? Хорошо. Теперь, значит, вторая книга «Обретение неба на земле». Как обрести небо на земле? Значит, пишет нам Раф Ридман, который составил эту книгу, со слова Эребе, это он взял идею Эребе. Такая идея. Значит, Адам, Адам Решон, первый человек, был непосредственным творением Всевышнего. Никакое другое человеческое существо никогда не будет столь великолепным, потому что Всевышний его создал, Всевышний с ним соединился, Всевышний вдохнул в него душу. Что значит вдохнул в душу? Он из себя вдохнул в него. То есть, та душа, которая зашла в Адама Решона, это и был Всевышний. Да? Как может быть? Когда человек выдыхает, то есть Всевышний вдохнул в него душу. Значит, душа – это часть Всевышнего. Представляете? И что? Однако он не смог устоять перед единственным искушением. Единственное у него было искушение, и он не устоял. Представляете? Что мы отсюда видим? Мы видим вот этот вот архетип жизни человека. Архетип, что человек у него… Давид, ну Давид, по-моему, жил же не только в городе Писик. Я вот не могу, у меня это тоже, для меня искушение очень смешное. Он же из других городов нам тоже часто пишет, не только из Чехии. Значит, Адам, Адам, он был произведением Всевышнего. В нем была душа Всевышнего, которую Всевышний вдохнул. И у него было одно искушение, и он не выстоял перед этим искушением. Что мы отсюда видим? Что человек, он не… Большинство людей, 99,9% людей не выстаивают. Даже Шлома Амеллах писал, царь Саламон писал, что «Эн садик баареца шерло хата». Нету цадиков, нету праведникова на земле, который бы не грешил. Так что мы из этого учим? Говорит нам Раф Ридман в книге «Ообретение неба на земле». Из этого следует уяснить себе, что величайшие искушения в жизни – это те, которые ближе всего касаются вашей задачи. Если вы хотите знать основное предназначение своей жизни, надо понять, какое искушение самое сильное. То есть он говорит так, что искушение, которое есть у человека, это и есть его главный тормоз к его предназначению. То есть где предназначение, там искушение. Где человеку, где он все время спотыкается, там, если он перестанет спотыкаться, и откроется его главное предназначение и его талант, может быть, даже. Но я думаю, что для большинства людей искушение – это вот именно сейчас в наше время, это вот этот телефон, который равно пустота и рассеивание внимания, расфокусировка. И, конечно, лень, потому что большинство людей имеют вот эту вот внутреннюю лень, которая не может их, они не могут себя поднять на правильные вещи. То есть это главное искушение. Когда человек не может, он знает, что он должен делать, он знает, что для него правильно, он знает, какую еду здоровую кушать, он знает, как надо ему заниматься там спортом, он знает, как заниматься торой, он знает, что ему надо приходить вовремя, он знает, как надо себя хорошо вести с людьми, он все это знает. Но главное искушение, что человек не может себя заставить делать правильные вещи. Большинство людей не может. Вот в этом их. И это их тормоз. Они так и проживают свою жизнь, не реализовав свой потенциал, не реализовав свой талант, потому что вот их искушение – это лень. Главное, и в Мишле Ишлом Амелок, в притчах много об этом писал. И в Пертьявод, что ленивый, у него все разрушается, все у него разрушается, вся его жизнь разрушается, и он не идет, куда надо идти, потому что он говорит, придумывает разные отговорки, лев на улице и так далее. И у него и забор разрушится, и виноградник разрушится, и поле зарастет бурьяном. Это главное искушение большинства людей в мире – лень. И беспокойство, страх – это тоже отсутствие веры в Бога, потому что тот, кто верит в Бога, верит, что Бог тебя любит, и Бог тебя обеспечивал, даже когда ты ходить не мог и думать не мог. Маленький ребенок, он вообще за себя не может беспокоиться. И он как-то прожил, дожил он до взрослого возраста, и тут он вдруг начал беспокоиться. А что ж ты беспокоишься? Ты в то время же не беспокоился первых пять лет своей жизни. Понятно, да? Хорошо. Значит, понятно нам, как обрести небо на земле. Это преодолеть лень и преодолеть страх. Для этого нужна вера во Всевышнего и самодисциплина, то есть победа над вот этим Есерара, над животным началом. И недельная глава сегодня нам рассказывает про… продолжает нам описывать еврейский народ, который вышел из Египта. И здесь идет перечисление. Помните, было на той, значит, неделе, вчера-вчера мы получили указание, что Машарабейну, не мы, Машарабейну получили указание пересчитать еврейский народ. И они начали считать. И вот написано, и было сыноверие у Вена, первенца Израиля, его толдотам, его происхождение, лемишпехатам, по его семьям, по лебейтавотам, по домам отцов. Знаете, сколько их было? Пересчитали их. Значит, только мужчин. Мибен истрим шанавы мало, 20 лет и старше. Колью цет цава, тот, кто может идти в армию. И было, знаете, сколько их? Шиша вэарбаим элев вэхамэш мэот. 46 тысяч пятьсот. Мужчин, которые могли идти в армию. Можете себе представить? 46 тысяч пятьсот. И от кого это вышло? От Рувена. От Рувена. То есть, от одного человека. Вышло через... Они были, получается, Яков зашел в Египет. И когда он зашел в Египет, потом было египетское рабство, 210 лет. И они вышли из Египта. Значит, получается, за 210 лет от одного человека родилось 46 тысяч шестьсот. Пятьсот. 46 тысяч пятьсот. Давайте проверим, возможно ли это. Допустим, у Рувена было три жены. Могло быть три жены. В то время можно было три жены. Значит, если три жены было у Рувена, и от каждой жены у него родилось восемь детей. Значит, у Рувена было 24 ребенка. Каждый ребенок женился на трех женах. Значит, и у каждой было по восемь детей. По 24 ребенка. 24 на 24. У кого есть калькулятор? Можешь телефончик дать? 24 на 24. На 20 умножим. Да? 24 умножить на 20. Это... Сколько будет 24 умножить на 20? 440. 24 на 24. 576. Хорошо. 576 женились по одному разу. И у каждой было по восемь детей. Третье поколение. 574 на 8. Так. 4600 умножить на 8. Четвертое поколение. 36 тысяч. Умножить на 8. Пятое поколение. Ну, получается, 300 тысяч детей уже. То есть, что-то много. Ну, правильно. Здесь только мужчин. Из них 46 500 мужчины. Все сходится. Все сходится. Значит, 46 тысяч от одного Рувена родилось. Всего лишь за каких-то там 5 поколений может от человека родиться 46 тысяч. Если он, конечно, в первом поколении женился на трех женах. И каждая родила по 8 детей. Но в 8 детей в среднем в Израиле сейчас в религиозных семьях 8 детей. Поэтому это абсолютно нормальный расчет. В среднем 8. В среднем по Израилю 4 ребенка. Но в то время они были очень религиозные. Значит, по 8 детей рожали. Хорошо. Дальше. Колено Шимона. Колено Шимона было... Их тоже пересчитали. Их было 59 тысяч 300. 59 тысяч 300 было колено Шимона. Только мужчин. Колено Гада. Значит, их было 45 тысяч 650. И сынов Иуды. Сынов Иуды у него было... Знаете, сколько? 74 тысячи 600. Самое многочисленное колено было Иуда. 74 тысячи 600. Гриша Цибульсти знает, что их было... Самое многочисленное колено было колено Иуды. Сынов Исахара было, знаете, сколько? 54 тысячи. Сынов Звулуна. Их было 57 тысяч. Сынов Йосефа. Его разделили сыновья. У него было два сына. И сделали как два отдельных колена. И получилось тогда, что у Ефраема было 40 тысяч 500. А у Минаши было 32 тысячи 200. То есть 72 тысячи 200. Это было от Юсефа, если вместе взять. Просто их разделили на два колена. Это второе по численности колено было от Юсефа, если взять вместе. Минаши 32 тысячи было. Сынов Бенямина было 35 тысяч. И Дана было 62 тысячи. Ашера было 41 тысяча. И на втори было 53 тысячи. Значит, и было всех сынов Израиля, всех полностью, 603 тысячи 550. То есть мужчин в возрасте от 20 до 60 лет было 603 тысячи 550 человек, которые вышли из Египта. Четко мы знаем по количеству. А левитов не посчитали. Они были, значит, в другой главе будут их считать. Значит, только колено леви не исчислили, числа их не определили среди сынов Израиля. Это очень интересно, что колено леви, это было как Моасер Якова, он же сказал, десятину отдам Богу. И он одного из своих сыновей посвятил служению Всевышнему. И колено леви, левиты, они были священнослужители, которые полностью посвятили себя служению Богу. Теперь они носили в пустыне, они носили храм. Значит, передвижной храм, они его собирали, разбирали, носили и в нем служили. Койны, это было внутри колено леви, была одна семья Аарона, и от Аарона пошла эта семья. Значит, они приносили жертвы, только они могут приносить жертвы, именно работать в храме как священники. А левиты, они выполняли все работы храмовые, связанные с храмом. И, значит, интересно, что было, у каждого колена были знамена. Были знамена, значит, они шли лагерем, там позже будет описано, как они шли, да. Значит, в следующей недельной главе будет про колено леви. Но тут нам интересно что, что колено леви не было в рабстве. Когда все остальные колена попали в рабство, почему они попали в рабство? Потому что они не соблюдали шаббат. В то время не было заповедей о шаббате еще дано. Но колено леви, которое было колено священников, то священники знали, что каждый седьмой день, это день, когда день отдыха. Что Всевышний шесть дней сотворял мир, седьмой день отдыхал. И колено леви из-за того, что они сказали, мы не участвуем ни в какой общественной жизни Египта, мы не участвуем ни в каких субботниках, воскресниках и там каких-то мероприятиях, как евреев взяли в рабство. Их отправили на стройку века, а потом их там закрыли в трудовые лагеря. А левиты сказали, мы не поедем, мы служим Богу. Все, у нас есть, мы сидим, учим Тору, служим Богу, значит нас не трогайте. Их не трогали, и они, представляете, как написано в Пертеавод, в третьей главе сказал Рабин Хуня Бен Акана, он сказал так, что «Коля Микабеля Лав Оль Тура, каждый, кто принимает на себя ярмо Торы, с того снимают заботу о пропитании и бремя властей. И каждый, кто с себя сбрасывает ярмо Торы, на того накладывают ярмо, заботу о пропитании и бремя властей». И мы видим, что левиты, они не были в рабстве, потому что они взяли на себя ярмо Торы. И мы видим, что все остальные, которые хотели работать, развиваться, развивать Египет, все они попали в рабство. Но мы видим также и последствия, что когда вышли из рабства, то левиты, их было, насколько я помню, 25 тысяч всего левитов, а всех остальных, то есть они были, самое малочисленное колено было колено леви. Почему? Потому что их не угнетали. То есть чем сильнее человека угнетают, мы об этом учили уже в предыдущих уроках, тем у него больше внутри сил. То есть чем сильнее на него давление, тем более просыпаются его силы души. Поэтому те, которые лентяи, поэтому они вымирают, потому что они не работают, у них нет сопротивления. Они все время сдаются, 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 оп-джи-ш, деградация, атрофировались и умерли. А те, которые борются с ленью, которые, я даже думал недавно, это какое самое великое чудо на земле, когда человек берет свою идею и реализовывает ее в действие. И для того, чтобы взять идею и реализовать ее в действие, как раз и нужно преодолеть лень. И это самая большая магия и чудо, что весь этот мир, это реализованные идеи людей, которые умеют работать, которые умеют заставить свое тело действовать по вот этому своему плану. А все, которые отдали свой ум интернету, вот этим всем вот таким развлечениям, фильмам и так далее, убивают свою жизнь, убивают свое время. Я желаю, чтобы мы действительно начали управлять своей жизнью, вышли на свободу. И Тора дает нам свободу, то есть Тора нам дает направление, движение, объяснение, понимание и цели, и задачи. Все, всем удачи, успехов и чтобы в заслугу, что мы принимаем на себя Ярмо Тора, Всевышний с нас снял Ярмо, забота о пропитании и бремя властей. Все, всем удачи, успехов, мира, благополучия, здоровья и успехов. До завтра. Спасибо. Спасибо.